Я стою на удалении вообще у подъезда. Страсти в первом небоскребе Барнаула. Семья Галины Гришиной живет в доме на Гоголя 76 несколько лет. Весной прошлого года под ними открылось арт-пространство. По словам Галины, спокойная жизнь на этом закончилась. Громкая музыка, крики, все это, говорит Галина, начинается с вечера и до утра. Последний раз это было на выходных. Мы услышали звук ведущего и детские развлекаловки. Я просто дошла спуститься, думаю, по-человечески скажу, Анастасия, у нас в семье Горе погиб племянник. Вы своего, пожалуйста, уберите звук, мы хотим немножко в тишине побыть. Она что-то хотела сказать, я говорю, пожалуйста. Она говорит, хорошо. Я поднялась и вот получается где-то 40 минут звук не убирался. И началась у нас с ней переписка. Договориться стороны не могут уже несколько месяцев. Владелица галереи Анастасия Дорош уверяет, что здесь проводят мастер-классы, дегустации, показы фильмов. Сейчас в пространстве готовят выставку, посвященную героям спецоперации. По словам Анастасии, режим тишины в этом помещении не нарушают. Бывают у дни рождения, но девушка заверяет, что после 22 часов здесь уже говорят в полголоса. Потому что это галерея, а не ночной клуб. Это первая артрезиденция, в которую люди могут приходить. И приходить разные слои населения, объединять в столь непростое эмоциональное время. Где черпать вдохновение? И обращаю внимание, что мы это делаем на собственные ресурсы, на энтузиазме людей. Когда мне обращать внимание на то, что кто-то говорит, что не соответствует реальности? Но соседи сверху пытаются доказать свою правду и обращаются в различные ведомства. В том числе в администрацию, в полицию. Пока безуспешно. Она затихает на пару недель, опять выплывает. Вот единственный был тихий месяц, это был декабрь у нас. Ну вот он опять закончился. Мы не понимаем, что открыто. Галерея, которая тихо себя ведет, выписывая, как выставка Карловой была в течение месяца. Было все очень прилично. Было почищен снег, было тихо, было аккуратно, было, как они говорят, атмосферно. Выставка закончилась в Карловой, опять у нас начались пьянки-гулянки. У нас нету здесь каких-то ночных гуляний. То есть у нас все в рамках закона. Я открыта к любому общению. И в рамках каких-то законов, если нужно перепланировку, что-то закрыть, перекрыть или еще что-то сделать, давайте решать эти вопросы. Насколько это законом возможно и насколько это возможно финансово. Давайте как-то решать этот вопрос, как его можно решить, чтобы избавиться от этого дискомфорта. По словам владелицы арт-пространства, к ним уже больше десяти раз приезжала полиция. Если частые визиты сотрудников различных ведомств никак не повлияли на конфликт, по всей видимости, соседям все же придется сесть за стол переговоров, чтобы спокойно уживаться в одном доме. Ведь в конце концов, искусство должно объединять, а не разъединять людей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.